Прилагая много усилий, мне удалось сделать несколько выстрелов с дистанцией 3 метра и я уже очень сильно устал. А представьте, каково нашим спортсменам, которые стреляют на олимпийской дистанции в 70 метров. Конечно, моя подготовка не сравнится с подготовкой наших чемпионов. Тем более сейчас. Уже несколько месяцев спортсмены занимаются на крытом лукодроме. У нас у ребят появилось помещение, в котором они могут круглогодично тренироваться, совершенствовать свои стрелковые навыки. Именно стрелковое поле 78 метров на 36 метров. И вот как раз спортсмены находятся на линии в 70 метров, это олимпийская дистанция, которая позволяет круглогодично тренироваться именно на олимпийской дистанции. До этого мы занимались буквально, допустим, сезон начинается, сезон соревнований начинается с апреля месяца, а мы выходим на улицу только в конце мая. Это считайте, мы не готовы живут. Теперь такой проблемы не будет. Более того, тренировки в крытом лукодроме уже дали первые плоды. В марте прошли чемпионат и Кубок России по стрельбе из лука в Крыму. На чемпионате мы завоевали одну бронзу, два серебра и золото командного первенства. На Кубке одна серебряная медаль, две золотых и бронзовая в командном зачете. Мы уже готовы уходим по сравнению с другими регионами. Другие регионы, допустим, тренировались с 18 метров, сразу уходят на 70 метров. Это, так скажем, здесь тренировали на 70 метров. Поэтому у нас преимущество сразу идет. Как расположен наш лукодром, региональный центр, конечно, это правильно. Потому что здесь у нас спальные районы, здесь очень много среднеобщеобразовательных школ. Нам удобно, очень удобно заниматься, привлекать стрельбу из лука детей. Напомню, Крытый лукодром построили по нацпроекту «Спорт. Норма жизни». Его стоимость больше 200 миллионов рублей. Антон Симонов, Владимир Попов, телекомпания АТВ.